Открытый диалог с Александром Непомнящим Итак, дорогие друзья, наш эфир продолжает программа Александра Непомнящего. Открытый диалог. Ну что ж, Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас замечательная программа. Александр и Александр. Можно загадывать желание. Все, кто сейчас слушают программу, друзья, пожалуйста, загадывайте желание. Пожелайте Америке удачи, потому что начнем мы именно с того, что Америка утрачивает свою свободу. И вот взгляд Александра Непомнящего как раз на эту тему более широко он расскажет. Александр, прошу вас, вам слово. Спасибо большое. Да, вы правы, Александр. И на самом деле мы желаем удачи и Америке, и Израилю, потому что в последние годы, вот, собственно, с самого рождения Израиль и Америка находились в одной лодке, то, что называется, вместе противостояли и вместе бились за общие свободы и общие ценности. Но сегодня это стало как нельзя, как никогда раньше, наверное, очевидно и ясно. И то, что происходит у нас и у вас настолько связано, что рассказывая о неприятностях или сложностях, которые происходят в США сегодня, я думаю только о том, что это, в общем, придет и ожидает нас. И поэтому, в общем-то, можно вспомнить старый и давний печальный лозунг за нашу и вашу свободу. Так вот, действительно, как нация утрачивает свободу? Один из способов, известных, конечно же, из истории, это иностранное завоевание. И история полна подобных примеров завоевания и порабощения наций иностранными тиранией. Но в сегодняшних Соединенных Штатах американцы теряют свободу вовсе не из-за иностранной державы, а из-за революционеров изнутри. И эти революционеры, они всегда готовы применить силу, что более-менее они ясно показали еще летом 20-го года, когда жгли и грабили американские города. Но, вообще говоря, их оружие не пистолет или сапог, а демонизация и запугивание. И теперь, когда администрация Байдена прочно закрепилась в власти, они, эти революционеры, двинулись вперед всей своей революционной гвардии, опираясь на могучую поддержку государства и задействуя весь его арсенал репрессий и криминализации. В прошлом месяце революционеры и администрация Байдена встретились перед камерами на встрече вице-президента Камалы Харрис и студентов университета Джорджа Мэйсона в Вирджинии. И вот там одна студентка с таким визгливым голосом воспользовалась своей встречей с Харрис как возможностью для очередного выплеска пропаганды злобной ненависти, которую эти революционеры испытывают к евреям и к Америке. И вот она эмоционально так шеркнула под своей маской и заявила второму высшему выборному должностному лицу Америки, что ее, этой студентке Чуспа, были задеты, когда Конгресс принял закон о дополнительном финансировании израильской противоракетной системы «Железный купол». «Мол, этот шаг, — проверещала она, — ранит мое сердце, поскольку это этнический геноцид и изгнание людей. То же самое, что произошло в Америке, и я уверен, вы знаете об этом», — заявила эта студентка. Понятно, что наши слушатели прекрасно понимают, что нет никакой логической даже связи между понятиями «этнический геноцид» и «изгнание людей» и системы «Железный купол», которая защищает мирных граждан Израиля от ракетных обстрелов террористов, которые стреляют по городам Израиля и, по сути дела, совершают военные преступления. Но можно было ожидать, что Харрис как-то осадит эту студентку за пропаганду антисемитских и, по большому счёту, антиамериканских кровавых наветок. Но она этого не сделала. Напротив, Харрис поддержала молодую фанатку. Она сказала, что, мол, рада тому, что студентка поделилась своими взглядами. Мол, речь идёт о том, что ваш голос, ваша точка зрения, ваш опыт и ваша правда не должны подавляться и должны быть услышаны. Верно? Сказала Харрис. И это одна из вещей, за которые мы боремся в демократии. Не так ли? Тут есть два способа понять поведение Харрис. И оба они могут быть одинаково верны. Возможно, и это как бы лучший вариант. Харрис просто запугали. Она не захотела вступать в конфронтацию с этой хулиганкой, визжащей о своём больном сердце. Ведь отвергать плаксивых революционеров на камеру в обществе, где прочно воцарились пульки политкорректности и культуры отмены, канцелкарча, да, себе дороже. Как правило, это приводит теперь к общественному осуждению, астракизму и прочим неприятностям. Вспомните, например, о печальной участи профессора Дориана Эббота, известный геофизик из Чикагского университета. Эббот был приглашён в конце этого месяца прочитать престижную лекцию Карлсона в Массачусетском технологическом институте. Но когда стало известно, что Эббот приезжает в университетский городок, революционеры из Массачусетского технологического института потребовали отмены его лекции, по сути дела, добились. Выяснилось, ужасно, выяснилось, что Эббот виновен в высказывании неправильных мыслей, понимаете? Конечно, не в своей области, по которой он собирался читать свою лекцию о геофизике, нет. Он ведь выступает против академической дискриминации белых студентов на основании цвета их кожи. То есть в сегодняшней Америке белых студентов необходимо дискриминировать просто за то, что они белые, не потому что они получают плохие оценки или там как-то плохо себя ведут, нет. Просто они белые, потому их нужно дискриминировать. И Эббот заметил, что это неправильный подход. И это, конечно, настолько вопиющая крамольная мысль, что передовые гвардии Массачусетского института потребовали отмены его лекции. Не на эту тему, разумеется, а на тему геофизики и то, чего, собственно, он хотел заниматься. Ведь куда же ты был с такими мыслями? И вот, как и Харрис, администрация Массачусетского технологического института, я напомню, это не какой-нибудь занюханный провинциальный институт. Речь идёт об одном из своё время, когда-то одном из лучших вузов мира. И вот теперь там прочно уселись. Я даже не знаю, это даже не Лысентовщина, это какие-то вот бандиты, похожие на швондеров из 20-х годов, которые описаны у Булгакова. Это такие фанатики, которые готовы уничтожить всё, что не соответствует их фанатичному большевистскому взгляду на вещи. Так вот, администрация Массачусетского технологического института решила, что лучше уступить революционной магии и не связываться с ней, чем отстаивать право своих студентов учиться у ЭБЭКа. Банды, которые определяют теперь, какие мысли верны, а какие нет, воцарившиеся в большинстве кампусов США, протянули свои щупальцы и в политическую сферу. На этой неделе революционеры из Аризоны устроили настоящую травлю не республиканцу, а вполне себе демократичной сенаторши-демократки Керстен Синема. Но она умеренная демократка, она не прогрессистка. Может быть, даже прогрессистка, но не радикальная прогрессистка. И вот они её подловили в общественную уборную, и пока она, извините, сидела в кабинке, оскорбляли её, угрожали ей. И потом, когда она вымыла рукой в раковине, тоже ей кричали всякие гадости и, в общем-то, вполне серьёзно угрожали. Оказалось, что это самая Керстен Синема демократша, сенатор, между прочим, заслужила это внимание в данной комнате тем, за то, что, в общем, выступает против бюджета революционеров на социальную инженерию в размере 3,5 триллиона долларов на 22-й год. То есть я уже не говорю о том, что план потратить 3,5 триллиона долларов в 22-м году на социальную инженерию в соответствии с критической расовой теорией — это вопиющий расизм, это ни в какие ворота. Но даже если мы от этого отойдём, то в прежней Америке у сенатора могло быть своё мнение, и он мог по каким-то своим причинам правильным или неправильным поддерживать или отрицать какую-то позицию. Но сегодня у сенатора нет такого права. И если он идёт против прогрессистов, то его можно и нужно и должно травить даже в такой ситуации, когда он, извините, заходит в туалет. Но вторая причина, по которой Харрис, возможно, решила поддержать клевету против Израиля и против Америки, которую озвучила эта визгливая студентка из университета Джорджа Мэйсона, заключается в том, что ей Харрис, возможно, на самом деле понравилось то, что заявила Эта Лерина Саневская. И это, в свою очередь, подводит нас к самой сути вот этой происходящей в Америке сейчас страшной революции и позиции администрации на Байдена и Харрис в отношении целей этого мятежа. В своё время Барак Обама сказал, это было после победы на президентских выборах в 2008 году, что цель революции — коренным образом преобразовать Соединённые Штаты Америки. Доктрина, которая лежит в основе революции — это так называемая, я уже сегодня упоминал, критическая расовая теория, КРТ. И, как написал исследователь этой критической расовой теории Кристофер Рухо из Манхэттенского института, теоретики критической расовой теории и её адепты утверждают, что, мол, базовые американские институты, такие как Конституция, правовая система, они хоть и проповедуют свободу и равенство на деле, являются всего лишь камуфляжем для неприкрытого расизма, понимаете? И поэтому вот эти теоретики КРТ считают, что расизм — это постоянное универсальное состояние Америки. Критическая расовая теория продолжает Рухо в своём исследовании, как бы переначивает старую марксистскую дихотомию проугнетателя и угнетённого, заменяя классовые категории буржуазии и пролетариата идентичными категориями белого и чёрного. На самом деле, я здесь процитировал этого Руфа, но я с ним не соглашусь. Дело в том, что критическая расовая теория — это и есть марксизм, она не переначивает марксизм. Марксизм изначально разделяет общество на два типа — на угнетаемых и угнетательных. И эта теория в основе, это суть квиндесенса левой идеи, как я её понимаю. Когда ты говоришь, что если есть какая-то проблема, нужно найти группу, которая виновна в этой проблеме, и предложить эту группу уничтожить. И именно в этом заложена базовая неспособность левых идей решить какие-либо проблемы. Потому что всегда, и это всегда происходит, когда эта идея охватывает, овладевает умами, и приходит в власти, и выбирается группа, например, евреи в Германии в начале 30-х годов, или буржуи в России в начале 20-го века, или кто-то там были в Корее, или в Китае. И вот их убивают, их уничтожают, их разрушают. Но лучше-то от этого не становится, потому что решение проблемы, разумеется, не лежит вообще в этих понятиях, в этой плоскости. И тогда на цель новой таргет-группы, которую нужно уничтожить, чтобы зажить хорошо, выбирается кто-то другой. И вот так это работает, пока не разваливается вся государственная система. Так это было всегда. Любая левая идеология, будь то национал-социализм, и будь то коммунизм, марксизм, в любой его форме, он всегда так работает. И вот сегодня это пришло в Америку. И в Америке это проявляется не как в Германии в 30-х годах, когда евреи были объявлены главным злом, не как в России после большевистского переворота, когда главным злом были объявлены состоятельные люди, то есть те, кто не был люмпеном и имел какие-то что-то за душой, а белые. Белые вообще. Причём к белым, конечно же, относят и евреев, которые никогда к фаспу не относились, но это уже, евреи никуда не деться, поскольку евреи в каком-то философском смысле, в рамках и в геохристианских ценностей олицетворяют вот эту антитезу левому подходу, левой идее, то они, конечно же, всегда оказываются теми, кого нужно уничтожить в первую очередь. И вот сегодняшний марксизм, неомарксизм американский, он проявляется через критическую расовую теорию, в которой всё разделено уже по классификации внетателей и угнетённой на белых и чёрных. Но основной вывод там, конечно же, остаётся тот же самый. Чтобы освободить человека, чтобы все жили хорошо, чтобы всё было замечательно, общество должно быть преобразовано самым коренным образом посредством моральной, экономической и политической революции. Собственно, эту революцию как раз прогрессисты сегодня требуют этих безумных триллионов на следующий год. И сенатор-демократша, которая недостаточно прогрессивна, вот её можно даже травить в туалете общественной. Так вот, в начале 20-го года Руфо раскрыл, что федеральное правительство, включая правительственные и ведомственные структуры и агентства, и также вооружённые силы США, заставляли своих сотрудников и военнослужащих проходить практикумы и семинары по критической расовой теории. То есть это всё на самом деле проникло очень глубоко в нервную систему Америки. И участники семинара были разделены по расе. То есть уже как бы на этом этапе все лампочки должны были бы загореться, потому что разделение людей по расе — это, конечно же, расизм. И, конечно же, точно так же, как марксизм, был не просто максимально далёк от того, чтобы улучшить положение, скажем, нуждающихся. Он был антитезой этого. Он как бы, наоборот, загонял их ещё большее рабство, чем от колоссальной жестокости. Точно так же критическая расовая теория, по сути дела, это воспевание чёрного расизма, кроме марксизма. И, конечно же, она не несёт ни свободы чёрным, ни счастья белым. Белых нужно уничтожить, согласно этой теории, более или менее. Так вот, участников семинара разделяли по расе, и белые участники были бы вынуждены признавать свою белизну и отвлекаться от неё. То есть от якобы присущего им расизма извиняться перед небелыми и брать на себя обязательство расширить привилегии своих небелых коллег за свой счёт. Поскольку, как им сказали, они, будучи белыми людьми, по сути, были угнетатели. То есть как будто не было освобождения от рабства американского, не было движения за свободу, которое, по сути дела, к 60-м годам в Америке решило эту проблему или рудименты тех проблем, которые существовали. И уж, конечно, последние 200 лет никакого рабства в помине не существует. Но всё это абсолютно неважно для марксистов, которым просто нужно сломать, потому что, как мы помним, их главный лозунг «Весь мир мы разрушим до основания». А затем? А что будет затем, мы знаем. Мы, приехавшие из Советского Союза и немножко заставшие, как я, Советский Союз, мы это ещё понимаем и помним. Новое поколение молодых американцев, конечно же, хочет попробовать наступить на эти грабли самостоятельно и вместе с собой тащить нас туда тоже. Ну вот, когда Руфо рассказал о том, что происходит в государственных структурах, где белых унижают и заставляют каяться в несуществующих абсолютно грехах перед неграми и перед другими, собственно, кроме других-то я даже не знаю, потому что к белым сегодня причисляют и китайцев, и вьетнамцев, потому что они слишком умные и не подходят на роль угнетаемых чёрных. И евреи, конечно, тоже отнесены к белым. Так что, кто успешен, точно так же, как в советской репрессии, большевистский переворот, тоже ведь он всех успешных определял богачей, но алюмпины и быдло они превращались как в бегемоны. Так вот, сообщение Руфо вызвало, на самом деле, бурю негодования, потому что в Америке всё-таки как бы ещё живо понимание того, что хорошо и что плохо. И тогда, в 20-м году, ещё был президент Дональд Трамп великий, который отреагировал мгновенно изданием исполнительного распоряжения указа, запрещающего навязывать вот эту вот омерзительную расовую, критическую расовую тюру федеральным правительством и вооружённым силам. Но этот указ Трампа стал одним из самых первых политических решений, от которых отказался Байден. Байден отменил указ Трампа в первый же день своего пребывания в должности, понимаете? Вот не было ему важнее дело, чем отменить запрет вынуждать государственных служащих и военных проходить вот эту практику разделения на белых и небелых и каяться, когда белые каются перед небелыми. И вот в последующие дни и месяцы администрация Байдена не только возродила, но и расширила идеологическую индоктринацию общества с помощью политической расовой теории. Вот с начала этого года центр тяжести в борьбе с КРТ или с КРТ-революцией переместился из правительственных структур, где уже всё проиграли. Он переместился в школьные классы. Руффа и другие рассказали о том, как под прикрытием борьбы с расизмом местные школьные советы от побережья до побережья превращают американскую систему образования в центры индоктринации идеологической вот этой вот расовой теории. То есть чёрного расизма, но это даже не столько чёрный расизм в каком-нибудь исполнении Джесси Джексон или кто там были вот эти все главные негодяи и подонки. Это не столько чёрный расизм, сколько именно марксизм в полный рост. Просто на роль угнетённых он берёт сейчас негров и говорит, негры, пойдите и убейте всех белых, и вы заживёте счастливы. Но в детских садиках детей учат тому, что их пол не фиксирован и подвижен. В детских садиках. В детских садиках. И все Америку заполнили эти жуткие рассказы о жесточайшей коммунистической, антиамериканской, антибелой, антиполицейской, антисемитской индоктринации, которая происходит сейчас в, собственно, всей системе просвещения, как её называют, K-12 в Америке. Так, например, пятиклассников начальной школы Филадельфии заставляли праздновать чёрный коммунизм. То есть тут уже всё было открытым текстом. Коммунизм и чёрный. А в детских садах Буффало, штат Нью-Йорк, учили, что все белые люди расисты, вот все белые люди просто расисты. Но мы же помним все буржуины, да, включая там Гумилёва, его расстреляли просто потому, что он был офицером Белой армии. Больше-то не за что было расстреливать поэта Гумилёва. Но он же был белым человеком, поэтому нужно было расстрелять по определению. Все белые люди, они расисты. И этих детей несчастных заставляли смотреть видео с мёртвыми чёрными детьми, с мёртвыми негритятами. При этом их запутывали как бы и запугивали, рассказывая ужасы про расистскую полицию, не российскую, а расистскую, и запугивали насилием, которое санкционировано государством. То есть это государство нужно развалить, и вот поэтому дети должны уже в пятом классе или в детском саду понимать это. Вот. И это всё повергает их жизни, постоянной опасности, объяснение. Родители узнали об этой идеологической обработке своих детей, так сказать, из первых рук благодаря закрытию школ в последние полтора года из-за пандемии китайского вируса, когда классы переместились через зумбра прямо в дома. И американские родители увидели воочию, как учителя их детей демонизируют полицию и учат их ненавидеть свою страну и судить людей по цвету их кожи и отвергать ценности, которые лежат в основе американского опыта. И ответная реакция была очень серьёзная. Весной и летом тысячи неравнодушных родителей по всей стране начали посещать собрания школьных советов и требовать прекращения этой идеологической обработки и отмены учебных программ. Они потребовали, чтобы отменили учебные программы по критической расовой теории. И, ведя записи этих встреч с неизменно пренебрежительным и враждебным ответом родителям со стороны членов школьных советов, они вывалились в Ютубу, все социальные сети, их увидели десятки миллионов человек. и начался ответный, как бы, начался контр-удар или ответный удар. Система начала наносить ответный удар. В Вирджинии, которая стала центром борьбы родителей, некоторые родители были просто арестованы за попытку защитить своих детей от критической расовой теории. Всё очень серьёзно. Речь идёт, так сказать, они подняли руку на святое, на марксизм. Таких родителей, вы помните, Павлики Морозовы, так сказать, должны сдавать, и родителей таких нужно расстрелить на месте. И вот две недели назад революционеры критической расовой теории, которые чувствуют своей спиной мощную поддержку аппарата Бальдена, государственного аппарата Америки, могущественного из всех государственных аппаратов мира, начали контрнатупление на родителей на губернаторских дебатах в Вирджинии 28 сентября. Бывший губернатор и нынешний кандидат от демократов Терри Макулис сказал, что родители не имеют права вмешиваться в школьную программу. Я не позволю, сказал он родителям, приходить в школы, выбирать те или иные книги и принимать собственные решения. И добавил, я не думаю, что родители должны указывать школам, чему те должны учить. На самом деле абсолютно марксистский подход. Люди, которые слушают меня, они знают русский язык, то есть они все в той или иной мере родились в Советском Союзе, и они прекрасно понимают. Пришёл бы к концу родителей и сказал бы, я не хочу, чтобы моих детей учили вот этой всей советской коммунистической муре, как Павлика Морозова и так далее. На самом деле как раз я принадлежу к тому поколению, в котором родители да, такое говорили, потому что я рос, и спасибо Горбачёву, он разваливал это фашистское государство, и на глазах родители смелели, они говорили учителям, учителя Рабелии не могли ответить нашим родителям и уступали им, когда с нас снимали все эти индекстримационные оковы. Но это было на развале Советского Союза, а в Америке сейчас происходит совершенно обратный процесс, там всё это только нарождается. И, конечно же, власти откровенно говорят, что родители нам не будут указывать, чему будем промывать мозги вашим детям. И на следующий день Национальная ассоциация школьных советов отправила Байдену письмо с просьбой дать указание своей администрации относиться к протестующим родителям как к внутренним террористам, понимаете? Как к тем, кто, например, подкладывает бомбы на стадионах или в автобусах, как к тем, кто готовит теракты против государства. Это те родители, которые выступают против критической расовой теории. Но на самом деле подумайте сами, конечно, какой-нибудь родитель бы стал бы выступать против того, чтобы ребенка в школе обучали великому Ленину, великому Сталину до этого, великому Брежневу и так далее. Это внутренний терроризм. Это 58-я статья. Это сразу или расстрел, или конславия. И вот на этой неделе генеральный прокурор Мэри Гарланд направил директору ФБР и федеральным прокурорам служебную записку, которая, по сути дела, приказывает им выполнить запрос вот этого Совета Школьных Советов, Организации Школьных Советов. И записка Гарленда угрожает родителям всей мощью федеральных правоохранительных органов. Тут уже не шутки. И это послание более чем ясно. Если вы посмеете только возражать против идеологической инвектринации критической расовой теории ваших детей в классах, федеральное правительство будет относиться к вам как к террористам. Вы потеряете всё. Ну и мы понимаем, что сколько родителей в сложившихся обстоятельствах действительно будут готовы продолжить борьбу за американские души своих детей. И всё это возвращает нас к студентке из университета Джорджа Мэйсона. Антиамериканская и антисемитская ложь, которую эта хулиганка проповедовала на глазах у Харрис, она не была её собственной ложью. То есть эта пигалица, она ведь слишком мелкая и слишком глупая, чтобы оперировать этими терминами. Она просто вываливала тот марксистский бред, который в неё вложили. Это была ложь, которую её обучили в школе революционеры критической расовой теории. Они научили её, что США родилась не в свободе, родились не в свободе, а в рабстве, расизме и геноциде. Они научили её, что декларация независимости, конституция, гражданская война и закон о гражданских правах — всё это фиговые листочки, за которыми скрывается настоящая продажная суть Америки, которая осуществляет свои репрессивные, геноцидные и расистские махинации. И американским преступлениям нет прощения, так научили её. И только революция, которая весь мир, мы помним, разрушит, а затем, которая коренным образом преобразит Соединённые Штаты, может исправить всё, что натворил дядя сын. И, конечно же, точно так же еврейское государство, такая мини-копия Америки, может искупить свою вину лишь тогда, когда все эти еврейские поселенцы-колонизаторы и их геноцидный апартеидный режим будет издан из Палестины. Последовательные данные опросов показывают, что от двух третей до трёх четверти американцев выступают против включения критической расовой теории в школьные программы. То есть пока что ещё от двух третей до трёх четверти американцев — это люди, у которых мозги на месте, которых ещё не смыла эта кошмарная марксистская пропаганда. Я полагаю, что среди них, конечно, нет молодёжи, которые, начиная с детских садиков, получают этот заряд, как там в 1984-м, 15-минутка ненависти. Но мы все понимаем эти все политинформации и всё это воспевание Ленина, Сталина, Сталина, при мне уже, конечно, не было, а был Ленин, Брежнев, потом вся остальная эта трупопровод, которые там вымирали через каждый год, пока, наконец, не пришёл Горби, который всё это разводил. Но революционерам, которые это всё продвигают в Америке, им всё равно, потому что им не нужно одобрение общественности. Всё, Америки, в которой учитывались мнения разных людей и уважались мнения разных людей. И помните эту знаменитую фразу «Я готов умереть за твоё право», высказывать своё мнение. Этого больше нет. Революционерам, которые привели к власти Байдена, абсолютно не нужно одобрение общественности. На их стороне находятся сегодня ФБР, американские прокуроры, президент, вице-президент, и они поддержаны всей мощью Королевской гвардии, всей мощью федерального правительства. И американцы утрачивают свою свободу вовсе не из-за вторжений армии Китая или России, по крайней мере, прямого вторжения. И вовсе не из-за атакы террористов Аль-Каида или братьев-мусульман, по крайней мере, прямого, прямых атаков братьев-мусульман. Напротив, теперь все эти враги сидят в сторонке и, то, что называется, едят попкорн, весело наблюдая за тем, как объединённая сила революционеров критической расовой теории и федерального правительства растаптывает права и свободы, определявшие американские моменты её основания. И это, конечно, это волнует меня не только потому, что мне больно думать о том, что происходит с Америкой, которая была светочим, оплотом свободного заповедного мира на протяжении всей моей жизни и гораздо раньше, ещё до этого, а потому что я прекрасно понимаю, что это всё взаимосвязано, что если вы не устоите, мы не устоим. Точно так же, как вы не устоите, если не устоим мы. И поэтому нам нужно бороться вместе за нашу и за вашу свободу. Спасибо. Спасибо, спасибо вам огромное, Александр. Дорогие друзья, слушали внимательно, затаив дыхание, спасибо всем. Ну а следующий сегмент мы начнём с того, что мы откроем линии и приглашаем всех вас. Пожалуйста, звоните, телефон прямого эфира 847-400-5200. сразу же после рекламы не откладывайте на самый конец нашей программы. Вижу, что линии загорелись, но приглашаю опять же всех звонить сразу же после рекламного блока. Открытый диалог с Александром Непомнящим И мы возвращаемся в программу Александра Непомнящего Открытый диалог. У нас горят все линии. Спасибо, дорогие наши слушатели. Принимаем первый звонок. А следующий звонок, который я вижу, что на линии ждёт, пожалуйста, не падайте духом. Если вдруг мы не успеем принять звонок, набирайте ещё раз. Итак, первый звонок. Принимаем. Добрый день. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте, Александр. Как мы знаем, левые всех стран соединены и, приходя к власти в других странах, они повторяют путь с предыдущих поколений, как, наверное, как это было в СССР, в Китае, в Кубе, и в Венеселле, Боливии, и даже Канада, в городе, говорят, с нами, могут служить тому, лучшим подтверждением, они левеют прямо на глаза, и всё же то, что вы описали, и сегодняшняя Америка, в том числе, идёт по пути того, что мы пережили ещё в Советском Союзе. Вот вы хорошо охарактеризовали то, что происходит у нас, Соединённых Штатов, но я помню, что в 92-м году, после того, как ВОЗ было у вас там, в Долгородске, ключом между Арафатом и Израилем, и ваш Шимон Перец тоже попытался ввести в нечто подобное, такое обучение, обучение того, что, ну, евреи должны немножко каяться перед арабами, и так далее, и там подобное, и в конце-то концов левое движение у вас тоже возросло, и сегодня то, что у вас левое правительство, вот это, мне кажется, было результатом того, что Шимон Перец ввёл у вас тоже уроки как бы самообичевания евреев у вас в Израиле. Насколько сейчас у вас вот это самообичевание, скажем так, демонстрируется в ваших школах, и борются ли правы с этим явлением. Спасибо. Спасибо. Я постараюсь ответить коротко, чтобы мы успели ответить на другие вопросы, которые ждут нас на всех линиях, как сказала Александра. Для того, что вы правы абсолютно, действительно, левые пришли к власти в 92-м году, и тут же запустили так называемые уроки мира, там было не только уроки мира, там была мощнейшая индоктринация, которая шла, начиная с детских садиков, и, собственно, сегодняшние проблемы во многом раскрёбываем, потому что выросло поколение целое, или уже даже второе поколение людей, таких вот духовных компрочекосов, компрочекосов духа, которым изначально как бы исказили восприятие действительности. В Израиле было два момента, на мой взгляд, которые удержали ситуацию и всё-таки дают нам какую-то возможность, надежду верить, что всё не потеряно. Один момент — это наши враги. Наши враги как бы в последний момент срываются, и вот мы помним, что Осло кончилось, когда арабы стали взрывать автобусы, в том числе автобусы с детьми, и кровь захлестнула Израиль и немножко трезвило общество. И то же самое было после размежевания, проведённого Шароном преступного. Это один момент, когда враги заставляют тебя осознать реальность не через вот эти самые очки тролля, как у Андерсона, через кристаллики тролля, которые он в глаза забрасывал, а реальность настоящую. И второй момент — в Израиле светские, конечно, попали под этот каток индоктринации и до сих пор, по сути дела, ещё не выбрались окончательно. Но в Израиле есть ещё группа населения религиозные евреи. И религия как таковая, она сама по себе, может быть, кому-то не понравится это, но если называть вещи своими именами, религия — это, в общем-то, тоже индоктринация, это навязывание определённого мировосприятия. И еврейская традиция, как на самом деле христианская традиция, она очень хорошо умеет передавать себя. То есть евреи, израильтяне, жившие как бы в рамках мира Харидима или религиозных сионистов, они получали тоже свою порцию индоктринации, но они в меньшей степени были и подвержены, потому что в тот момент, когда индоктринация внешняя, пересовская, левая, входила в жёсткие столкновения, с той индоктринацией, которую они получали с детства буквально еврейского мировосприятия, то она отскакивала, и поэтому они в меньшей степени оказались подвержены индоктринации. И в этом смысле в Америке тоже есть, на мой взгляд, такое общество, это евангелисты ваши. Многие считают их ненормальными, многие считают их сумасшедшими, какими-то там экзальтированными, но, на мой взгляд, сегодня у светского американского населения нет шансов защитить себя от критической расовой теории, от этого неомарксизма, от этого катка, который уничтожит сознание ваших детей и ваших внуков. И если как бы у кого-то и есть шансы, то это вот у евангелистов со всеми, так сказать, странностями, которые они получают, и, конечно же, у религиозных евреев, которые тоже, в общем-то, будем надеяться, сумеют удержать общие наши ценности для того, чтобы когда маятник кончнётся в другую сторону, в общем-то, было кому рассказать о том, как на самом деле правильно. Александр, давайте к следующему вопросу. Следующий звонок. Добрый день. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Уважаемый Александр, вы в предыдущих передачах рассказывали, что израильское общество как бы запуталось в определении кто правый, кто левый, и очень многие поддерживают новое правительство в связи с тем, что считали, что Беннет правый, и правительство должно быть правое. Вот скажите, пожалуйста, сейчас, меняется ли общественное мнение и изучается ли общественное мнение? Как бы снижаются ли рейтинги этого правительства? Потому что вот у нас рейтинги Байдена уже падают ниже Плинтуса. Последние данные, вроде бы, я не помню, или 62, или 68 процента против него. Вот как у вас дела насчет этого? Спасибо большое. Ну, во-первых, я вам скажу так, совершенно неважно, какие рейтинги у Байдена, вы же понимаете, что на Кубе, в Советском Союзе, в Северной Корее 99, даже иногда 101 процент населения голосует за великого вождя и корничего. Поэтому в Америке сегодняшней я не удивлюсь, если 120, или 130, или 200 процентов американцев проголосуют за Байдена, или даже за Акасию Кортес. А что там думает общество, никого уже не волнует. Что касается Израиля, ситуация у нас как бы может быть чуть-чуть менее запущенная. И вот недавние опросы показали, что по большому счету правый электорат вернулся от двух партий предателей, партии перебежчиков, партии Беннета и Сара. То есть два политика, которые обращались к правому электорату, обещали правые какие-то шаги, а сегодня построили правительство вместе с братьями мусульманами и радикальными левыми, возрождают осло, разрушают экономику и делают в общем все против правой идеи во всех ее направлениях. И мы видим, что партия Гидонах произошел какой-то мистический разрыв со скайпом. Но в то же время спасибо вам огромное, что вы перезвонили. Так, переводим картинку обратно на эфир и все так же продолжаем принимать звонки от наших слушателей, хотя не дождались те, которые звонили в процессе моих попыток восстановить связь по скайпу. Друзья, техника, ничего не поделаешь, плюс ко всему у нас тут пошел дождь. Так что отражается он на работе скайпа или нет, не знаю. Теория, теория заговора и нам просто затыкают руки. Мы говорим о том, что в Ираиле все-таки правый лагерь возвращается в мандаты, а предатели теряют эти мандаты и будем надеяться, что этим все закончится и скоро мы избавимся от этого правительства вражеского в Израиле. Но у нас есть какие-то еще вопросы, кто-то есть? Пока звонков нет, мы сможем перейти к другой теме. Единственное, что я хочу сказать к тем слушателям нашим, которые всегда с неерпением ждут публикации видеопрограмм, могу вам сказать, друзья, что программы наши перепроверяют почему-то, иногда это занимает несколько минут, иногда и занимает у них несколько дней. Это, безусловно, неудобно, но аудиоархив всегда будет к вашим услугам, поэтому пользуйтесь, пожалуйста, нашим веб-сайтом radio-nbc.com, все будет опубликовано уже сегодня вечером. Телефон прямого эфира 847-400-500, хотя у нас есть еще одна тема, но уважаем слушателей, дозвонились нам, слушатели, по мере поступления звонков принимаем. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Я говорил о том, что в Израиле провели недавно опрос общественного мнения и мы видели, что две партии предателей, партии-перебежчики, которые обратились к правым избирателям и при этом потом создали правительство с крайне левыми и братьями-мусульманами, то есть, по сути, самое антиизраильское, антинациональное правительство в истории страны, они, в общем-то, практически уже потеряли всю свою поддержку. Партия Сара просто не проходит электоральный барьер. Партии Беннета пририсовывают, видимо, немножко на грани, и он балансирует на грани своих четырех мандатов. Но про Сара есть еще один интересный момент. Этот предатель, перебежчик из правого лагеря, который создал партию только для того, чтобы обрушить, свалить Натаньяу, и, по сути дела, сегодня не пользуется вообще никакой популярностью, то есть, у него ноль поддержки, у него нет электорального прохождения, его партия не проходит электоральный барьер, этот негодяй сегодня, будучи министром юстиции, пытается провести закон, который запрещает Натаньяу быть премьер-министром. Понимаете? Натаньяу, у которого стабильна поддержка, там, скажем, если спрашивают, кого вы хотите видеть премьер-министром, то 50, там обычно 52% за Натаньяу, и все остальные, так сказать, разделяются по мелочи, как бы остальные. Когда говорят о партии Натаньяу Ликуде, то Ликуд получает 35 мандатов из 120, при том, что все остальные партии там по 5, 6, 10, 12 мандатов. То есть, у Натаньяу фантастическая поддержка в обществе, и этого политика Гидун Сад пытается сейчас выбить с помощью закона, буквально взятого из практики Северной Кореи или Советского Союза, о том, что нельзя больше двух сроков быть премьер-министром. И здесь я хочу нашим американским слушателям объяснить, это очень важный момент, потому что они скажут, ну да, у нас в Америке тоже нельзя. У вас президентская республика, и у вас президент наделен фактически полномочиями самодержства, и он практически не подчиняется другим структурам. То есть, у президента США колоссальные полномочия, и эти полномочия ограничиваются двумя сроками, и в этом есть своя логика. Израильская республика — это парламентская республика, не президентская. И премьер-министр, по сути дела, у него изначально гораздо меньше полномочий. Премьер-министром в Израиле становится лидер партии, которая набрала больше всего мандатов. И поэтому, когда ты говоришь, что нельзя быть премьер-министром больше двух сроков, ты фактически навязываешь партии, как бы, что могут ли они выбрать какого-то человека своим лидером или нет. И здесь получается очень сильный антидемократический как бы момент, который усиливается ещё и тем, что сегодня этого добиваются люди с нулевой политической поддержкой исключительно даже не для того, чтобы улучшить или усовершенствовать политическую систему Израиля, а только для того, чтобы лишить Натаньяу, который пользуется фантастической поддержкой в обществе, по сути дела, большинство евреев поддерживают именно его, лишить его возможности быть премьер-министром. Вот это вот Гидон Сад. То есть сегодня Гидон Сад доказывает на деле, что он абсолютно ничтожество, абсолютно безпринципный подлый человек, которому место, конечно, не в правительстве, вообще не в политической системе Израиля, а на помойке. Я очень надеюсь, что ближайшие выборы вынесут его туда. Александр, я думаю, что ко второй теме мы вряд ли перейдем, потому что продолжают загораться линии, принимаем звонок. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день, спасибо за интересную передачу. Александр, вот то, что вы говорите про то, что Израиль, допустим, после премьер-министра, такая же позиция и в Германии. Вот сейчас, когда Ангела Меркл уходит, по сути дела, это показывает о том, что Германия пересматривает позиции Ангели Меркл и ее левые позиции и переходит более к правым позициям. И ваше отношение к то, что происходит в Германии, если можно, первое. А второе, вот я понимаю, я с вашим полностью поддерживаю то, что вы говорите, что происходит в школах и все остальное, но в чем вы видите решение, что мы должны делать, чтобы противостоять этому, если можно, в школьном теории этого обучения. По поводу Германии я с вами немножко не согласен, поскольку, насколько я понимаю, сейчас к власти в Германии пришли гораздо более левые, чем Меркель. То есть Меркель при всех своих недостатках она все-таки была, по сравнению с теми, кто сейчас пришел к власти, более умеренной. Но я не буду загадывать, потому что я действительно не знаю достаточно хорошо германскую политическую ситуацию. Может быть, как бы в ближайшее время мы увидим, что там происходит. Теперь, что касается того, что нам делать в борьбе за нашу и вашу свободу, во-первых, конечно же, бороться за возвращение, условно говоря, назовем Трамп, может быть, это будет не Трамп, но кто-то, кто подобно Трампу, сможет противостоять этим бандитам, этим неомарксистам, которые прут сейчас из всех щелей. Это на уровне как бы политический долг каждого гражданина. Ну а на уровне семьи это очень сложно противостоять школьной диктринации. Те, кто прожили в Советском Союзе, прекрасно понимают, что мало кому удавалось удерживать своих детей, чтобы они вот как бы не росли в этом, вырастая в советском как бы системе образования, чтобы они не становились индоктренированными людьми. Я знаю это по себе, потому что, в конце концов, я тоже помню себя, и мне заняло, наверное, лет 10 в Израиле, пока я осознал, насколько это было ужасно и невероятно, вот эти все безумные лозунги решения партии в жизнь, народы партии едины, когда труп, мумия Ленина лежала в столице, на главной площади, на всеобщем обозрении, это ужас. Но то, что это ужас, я осознал после 10 лет жизни в Израиле, то есть только через 10 лет освободившись от всего этого. Поэтому пробуйте работать с вашими детьми, с вашими внуками, пробуйте как-то защищать их от этой индоктринации. Я не знаю других способов, кроме религии, то есть при том, что я абсолютно светский человек, на самом деле. Я считаю, что если вы можете защитить своего ребенка, своих внуков, своих детей через христианство или через иудаизм, то это лучшее решение. При всех недостатках религиозного подхода он гораздо более здоровый и проверенный временем, чем вот этот неомарксизм, который наступает сейчас на нас со всех сторон. Спасибо. Спасибо, Александр. У нас остается буквально 4 минуты, хотя подготовлена была тема на счет того, что вот в Израиле уже возобновилась работа Кнессета и зимняя сессия, что происходит и что нас ждет. Будем оставлять эту тему на следующую пятницу. Сегодня, наверное, уже двух минут нам не хватит, чтобы это все осветить. Наверное, мы оставим на следующую пятницу в двух словах, если хотите. Или у нас есть какие-то вопросы, и мы еще успеем ответить. Уже сегодня звонки принимать не будем. Наши слушатели знают, что в конце программы звонить бесполезно. Окей, тогда в двух словах, если у нас остается еще там три минуты, то в Израиле началась зимняя сессия Кнессета и два главных выступления, которые там прозвучали, это выступления, как правило, так бывает, выступления премьер-министра и выступления главы оппозиции. В данном случае премьер-министр у нас Беннет, его выступление было абсолютно блеклым и бесцветным, потому что сам по себе человек этот ничтожный, и выступление его было пустым, кроме одного момента, о котором я могу успеет сейчас рассказать, и было выступление главы оппозиции, которым является Натаньял, чем мирового уровня, и, конечно же, он просто как то, что говорит, и скотком проехался по правительству и показал, что он собирается бить и ломать это правительство и добиваться его падения. И главные моменты, которые он сказал, как бы отмечены были, это, во-первых, полный отказ нынешнего правительства Израиля от борьбы с иранской бомбой. Это вопиющая ситуация, когда Натаньял оставил страну, в которой была нулевая смертность практически от короны, и за четыре месяца это правительство привело к тому, что уже тысячи-полторы тысячи почти людей умерло, и корона свирепствует в Израиле по-новой, при том, что, в общем-то, все было подведено к тому, что она могла не вернуться, эта волна, это правительство все провалило. И самое ужасное, может быть, Натаньялов заметил, что при том, что это правительство перечислило 53 миллиарда шекелей братьям-мусульманам на фактически захват юга страны, на захват Негива, для того, чтобы удержать свою коалицию, оно на 0% увеличило зарплаты солдатам в бюджете, который они собираются принимать, 0% для солдат срочной службы, 53 миллиарда братьям-мусульманам на захват и отчуждение фактически Негива от государства Израиль. Это самая, пожалуй, самая ужасная статья в бюджете, принимаемом сейчас в Израиле, но там еще много всего, об этом мы, видимо, с вами будем еще говорить. Этот бюджет пока не принят, хотя правительство пытается сделать вид, что его мы уже приняли. На самом деле, еще три месяца, за эти три месяца Кнесса должен принять бюджет, либо он его примет, либо нет. Пока что Беннет просто выписывает чеки, открытая рука у него, пишет, не переставая, поскольку коалиции всего 60, то есть ровно половина. Каждый депутат Кнессета фактически держит его за горло, получает все, что он хочет. И в этой ситуации, конечно, за три месяца может произойти еще много чего. И мы уже видим, как арабские фракции добиваются от Беннета колоссальных уступок для того, чтобы воздержаться при голосовании, то есть не быть вместе с оппозицией, не голосовать против бюджета. Это, конечно, встанет Израилю очень и очень дорого. Сегодня, например, вечером, то есть в Израиль наступила суббота, и религиозная публика об этом узнает только на исходе субботы, то есть завтра вечером. Сегодня в Израиле евреям запретили молиться на храмовой горе. То есть при Натаньяо потихонечку на храмовой горе люди стали молиться. Пусть это были тихие молитвы, не привлекающие к себе внимание, но они были при Беннете, и я думаю, что это связано с тем, что ему нужно провести бюджет любой ценой, иначе развалится его правительство, оно уйдет, должно будет идти в отставку. При Беннете сегодня суд запретил евреям молиться на храмовой горе. Я думаю, что начиная с исхода субботы и с воскресенья об этом еще будет очень много говорить, потому что это, конечно, новое, еще одно пьющее совершенно упущение, провал, просчет подлости, предательства тех правых, которые удерживают лево-радикальное арабское правительство в Израиле у власти. Ну, я думаю, что мы, в общем, уже тратили все свое время. На самом деле, да, время вышло, и уже следующий выступающий нам уже позвонил несколько раз. Я ему дала знать, что вот-вот сейчас я его наберу. Но так или иначе, Александр, спасибо вам огромное за сегодняшний эфир. Будем ждать встречи с вами через неделю. Берегите себя и удачи нам всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова